Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Это быстрый и срочный апдейт по рынку. Слушайте, ну смотрите, как вообще круто, как идеально отработал сигнал с TRDR. Кто не в курсе, у нас в Телеграме был сигнал по лайткоину, локальный сигнал на шорт, скажем так, по сервису TRDR, ссылка на который в описании. И посмотрите, как вы видите, мы упали. Мы упали достаточно серьезно по биткоину на 3,5%, даже с вершины на 4%. Но тем не менее, куда мы упали? Посмотрите-ка. Мы упали, вернулись, очередное касание вот этой вот трендовой потенциальной. Правда, мы ее чуть-чуть не коснулись. Но самое интересное, что мы вернулись от локального вот этого импульса после выступления Джерома Паула точно на 61,8% по Fibonacci. Точно на уровень золотой карман, ребята, посмотрите. Точно от него мы сейчас отскочили. И поэтому я что вам хочу сказать? Я хочу вас предостеречь. И хочу вам сказать, что, на мой взгляд, эта коррекция уже либо завершена, либо близка к завершению. Вот эта коррекция, о которой нам сигналил, собственно, лайткоин, как опережающий индикатор всего рынка. По TRDR мы просто настроили лайткоин лучше, чем биткоин он сигналит. Ну, короче, не суть. Об этом есть отдельный стрим. Можете посмотреть, сейчас он появится у вас сверху вот там. Как настроить TRDR и эти сигналы. Основаны они на ордербуке, то есть на стакане. То есть на книге заявок, на книге ордеров. И показывают нам экстремумы продаж и покупок, соответственно. В данный момент они показали экстремумы продаж. И мы видим, что эта коррекция случилась. Но, возможно, что она уже завершена, друзья. Потому что, смотрите, опять же, 61,8% по Fibonacci, золотой карман. Здесь вы можете сказать, что почему отсюда Fibonacci, она должна быть отсюда. И мы чуть-чуть не дошли. Но, на самом деле, она может быть отсюда, потому что... Потому что вот это был ложный закол, посмотрите. Тем не менее, что мы здесь видим, также это желтая точка. На пятиминутке, правда. Но это для локальных скальперов, кто сейчас проснется, у кого доброе утро. У меня уже почти 20 часов ночи, я сейчас пойду спать. Но, тем не менее, я до вас заношу эту информацию. Посмотрите, прошлые пятиминутные желтые точки. Так же, как отыгрывали. Поэтому напоминаю вам, что у нас сейчас локальный аптренд. Внутри глобального супераптренда. То есть у нас недельный разворот на биткоине, посмотрите. И месячный разворот. Поэтому, докуда это долетит, до каких там средних значений, это одному богу известно. Я лично могу вам сказать, что, на мой взгляд, еще вот это все напоминает бычий флаг. И многие в телеграме я написал, многие не согласились, что, типа, бычий флаг не может быть направлен наверх, бычий флаг должен быть направлен вниз. Да, и это фигура продолжения тренда, и потом наверх. Многие даже написали, что это медвежий флаг, но они не понимают суть. Потому что медвежий флаг может быть только после падения. То есть, если у нас было падение, потом медвежий флаг, и потом продолжение падения. Так вот, бычий флаг, он обычно тоже, типа, рост, потом, типа, спуск, и опять рост. Но бычий флаг может также быть и рост, потом плавный восходящий флет, и снова рост. Это еще более бычий флаг, потому что здесь мы видим, что розничный покупатель активен, преобладает розничный покупатель, нежели продавец. То есть, цена на маленькой волатильности растет. Соответственно, на большой волатильности, я думаю, тоже мы сейчас выстрелим куда-нибудь тысячи на 32 по биткоину. Напишите в комментариях, считаете ли вы так же или вы думаете по-другому, ждете ли вы биткоин ниже. Потому что, в принципе, сейчас, смотрите, мы сражаемся с предыдущим сопротивлением в районе 24-25. И если мы его пробиваем, то там, ну, следующий уровень, так как вы понимаете, это вот уровни средних его значений, предыдущее дно в районе 33. Вот туда, собственно, я думаю, что мы и пойдем сейчас. На каскаде ликвидации шартистов, ребята, это то, куда мы, скорее всего, улетим. Поэтому я продолжаю держать свои позиции на байбит. На фемиксе тоже спекулятивный ломб, который набрал, недоразгрузил, потому что все еще думаю, что мы пойдем выше. Вот, лимитки стоят. И на битгет тоже продолжаю держать свои позиции, жду наверх. И напоминаю вам, что на битгет сейчас идет соревнование. По ссылочке из описания переходите, вступайте в наше соревнование еще 21 день. Высокий шанс выиграть вот эти призы, которые тоже, скорее всего, увеличатся от торгового объема. Поэтому переходите, вступайте, торгуйте, как обычно, всеми фьючерсными парами. Биржа битгет офигенная, никакого KYC, никаких заморочек с ограниченными территориями, только email, пароль и погнали торговать. Вот, в сухом остатке, ребята, сигнал по лайткоину дал нам понимание, что будет коррекция. Мы наблюдаем эту коррекцию. Но где она завершится? Мое мнение, что она либо уже завершена, либо очень близка к завершению. Тем более, опять же, я вижу, что сумма индикаторов по дашборду Бенджамина Коуэна разгрузилась еще больше. Посмотрите, биткоин вырос, крипта выросла, а индикаторы разгрузились. То есть мы все еще недооценили на 42%, то есть нам нужно сделать почти 2x с триллиона до 2 по криптализации, чтобы выровняться к средним значениям. И индикаторы на росте разгружаются, они перегружаются, социальные метрики разгружаются. То есть много медвежьего фада, это очень хорошо. Так что не буду вам напоминать кучу всех бычьих индикаторов, которые у нас есть при пасу для следующего видео. Просто помните, держите вы у меня месячную точку на Сайфере и то, что мы летим сейчас куда-нибудь тысяч на 40, походу. Ну на 32 как минимум из вот этого бычьего флага. Все, все ссылки в описании. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Всем профитролей, хорошей торговли. И до следующей встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok